МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. В Башкирии массово гибнут пчёлы. Подробности в специальном репортаже. Озеро Кондрыкуль очистили от сетей. Рассказываем, как природа охрана борется с браконьерами. В Уфе водителям мотоциклов не выдают ОСАГО. При этом байкеров штрафуют за отсутствие страховки. Страшная гибель пчелы. Вот сами можете увидеть. Это всё пчела. Пчелы не остаётся вообще. Пасечники Башкирии сообщают о массовой гибели пчёл. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась на юге региона. В чём причина мора? Производители и продавцы мёда винят в происходящем аграриев. Они обрабатывают леса химикатами, ликвидируя очаги массового размножения непарного шелкопряда. Непарный шелкопряд – гусеница, которая поедает листву многих деревьев. От берёзы до яблони. Иногда возникают очаги массового размножения этого насекомого. В России он признан вредителем. Но действительно ли он так разрушает наши леса? Если массовое объедание происходит, то есть вероятность и массовой гибели, усыхания и деревьев, и насаждений. Но здесь тоже я бы не стал бы драматизировать эту ситуацию, потому что у древесных растений есть способность к повторному обристоянию. Так называемая регенерационная способность. В принципе, они способны восстановить листву даже в текущем региона периоде и сохранить свою жизнь. Да, качество будет не то. Но по большому счёту, это вопрос, так сказать, мы наблюдали не раз и не два. Ситуация с размножением шелкопряда прогнозировалась экспертами ранее. Однако здесь есть ограничения – финансовые и природоохранные. К применению допускаются только определённые вещества, на которые даёт добро Роспотребнадзор. Свою роль сыграла и ранее жаркая весна. В середине мая в Башкирии уже вели режим чрезвычайной ситуации. Было принято единственное правильное решение и своевременное решение. Был объявлен режим чрезвычайной ситуации. И в рамках вот этого постановления была реализована целая программа, вот так сказать, мероприятий, соответствующая подготовка по авиационной и наземной обработке лесов, где была повышенная, так сказать, вот эта вот опасность и действительно массовые очаги вспышки непарного шелкопряда. Это южные районы Башкирии с выходом в Оренбургский область. Ну, вы знаете, природа административных границ не имеет. Именно с обработкой лесов химикатами и связывают гибель пчёл пасечники Башкирии. Однако профессор Кулагин не советует сваливать всё в один тазик. Это вот салат хорошо получается, когда там, особенно зимний салат, там и колбаска, и майонез, и огурчики. Там всё вкусно получается. Здесь нельзя эти вещи сваливать в один объём, в одну кучу, как говорится. Вот на таком бытовом уровне, если рассуждать на эту тему. Кугарчинский район – эпицентр массового мора. Андрей Каюков – потомственный пчеловод. Грустным взглядом обводит свои владения. Сколько погибло пчёл, нельзя определить до сих пор. Каждый день погибают десятки насекомых. Дня 3-4 назад внезапно произошла какая-то, видимо, обработка ночью, потому что погибло большее количество пчёл у Мракова. Жалко, здесь молодые матки в основном. Как бы это задело на будущий год. По словам Андрея, обработка должна была пройти только 8 или 9 июня. Однако бороться с шелкопрядом стали, видимо, по какому-то другому графику. При этом пчеловоду ещё повезло. Он успел вывести часть улев в лес. Пока стою далеко очень отсюда. Те квартала, как мне сказали, и в газете пропечатали, что эти квартала обработке не подлежат. Как будет это на самом деле, ну, не знаю. Основной доход фактически, работы нету. Как бы детей кормить надо двое, два ребёнка учатся. Пчеловоды Кугорчинского района сообщили нам, что не смогли получить график обработки лесов химикатами. Необходимый документ был предоставлен лишь несколько дней назад. Но его соблюдать никто не стал, сетуют пасечники. Самолёт, по всей видимости, не учёл силу ветра. И облако с отравляющими веществами опустилось. Ветер был попутный и очень сильный. Опустился на Мраково. А пчеловоды от того, чтобы... Так как графика не было и график не соблюдался, пчеловоды от греха подальше свезли пчёл в районный центр к себе домой. И здесь попали вот эту вот ловушку. И облако здесь всех накрыло. Сколько всего погибло пчёл в этой ловушке, неизвестно. Отравляющие вещества продолжают убивать насекомых. При этом нужно провести экспертизы, которые подтвердят, что причиной смерти стали именно химикаты. Ветеринары и русскохознадзор, они расписались в своём бессилии. Они сказали, что у нас нет этих средств и возможностей лабораторных в регионе проверять пчёл на действующее вещество. То есть отправляют куда-то там в мытище. В Подмосковье сейчас, да, ну то есть, понимаете, там тоже нарушается регламент. Потому что подмор пчёл должен доставлен в течение определённого количества часов. Иначе выветривается этот компонент. И это проблема. При этом ритейлер уверен, что цены на мёд из-за массовой гибели пчёл не вырастут. Здесь важнее другой аспект. Для многих пчеловодов пасека – дело всей их жизни. Не получая поддержки от государства, они могут закрыть улья навсегда. До сих пор не создано ни одного прецедента. То есть в прошлые годы, когда была гибель пчёл в районах, там Сельдомахский район в частности, то были зафиксированы, сделаны всё правильно с точки зрения сбора биоматериала подмор пчёл, то есть зелёной массы травы, где должны были выявлены все эти загрязняющие компоненты, они были все выявлены, все эти протоколы есть, но до сих пор, к сожалению, нет ни одного судебного решения в пользу пчеловодов. По обзвещению ущербов? Да, то есть никто не получил ни копейки, к сожалению, сейчас до сих пор. Я говорю про республику. Как нам пояснили в Министерстве лесного хозяйства Башкирии, от непарного шелкопряда обработают 241 тысячу гектаров. Например, на двух лесных участках в Зелаирском районе эффективность принятых мер составила 95%. Что касается проблемных моментов, то здесь нам предоставили исчерпывающий комментарий. Наши сотрудники работают на этих территориях, в частности, в Кугарсинском районе, в Зеленчуринском районе. Совместная межведомственная комиссия работает в составе представителей управления Россельхознадзора, управления ветеринарией, Министерства лесового хозяйства Республики Башкорстан. В этом году сделать что-либо с непарным шелкопрядом уже не получится. Он наелся листвы и начинает готовиться к превращению в бабочку. Но надо готовиться к следующему сезону. Запретов очень много, ограничений очень много. Но есть одна совершенно замечательная схема – опытно-производственные работы. Вот в рамках проведения опытно-производственных работ определяются конкретные участки, конкретная проблема, в данном случае непарный шелкопряд, и начинаем мы, значит, работать вот в этом ключе. У нас есть совершенно замечательная команда специалистов с огромным опытом. В следующем году в Башкирии должен пройти конгресс Апимонди. Наш регион примет ученых, предпринимателей и общественных деятелей, занятых в сфере пчеловодства со всего мира. Однако опрошенные нами эксперты не уверены, что к этому времени республика сможет чем-то удивить гостей форума. Андрей Шарагин, Дарья Ким, Евелина Бронникова, Виталий Федотов, Игорь Чернышев и Денис Итяшев. Уфа, Кугорчинский район, телеканал ЮТВ. Уфинское мотосообщество насчитывает сотни байкеров. При этом их количество продолжает увеличиваться, а законы ужесточаются. Давайте узнаем, с какими проблемами сталкиваются байкеры каждый день на дорогах Уфы. Для этого мы приехали к специальному инструктору. Все-таки мотоцикл кардинально отличается от автомобиля именно тем, что на мотоцикле необходимо владеть определенной техникой для того, чтобы ездить правильно и ездить хорошо. Ездить в том числе безопасно. Потому что, если, ну, простой пример, на машине мы можем просто повернуть руль для того, чтобы сменить направление, на мотоцикле каждый маневр подготовленный. Его нужно наклонить на определенный угол. Необходимо контролировать газ, необходимо контролировать сцепление, тормоз и так далее. То есть очень большой комплекс всего. При этом правильной техникой вождения байка владеют далеко не все. По словам Алексея Алешина, дело не только в желающих передвигаться на железном коне, но и в существующей экзаменационной программе. Мотоциклетная программа обучения, которая сейчас разработана нашим государством, но это мое, конечно, возможно, субъективное мнение, она не отвечает требованиям современных мотоциклов. Потому что эта программа рассчитана на малоаккубатурные слабые мотоциклы. И большинство кандидатов водителей, которые выходят даже на уже водители по итогу после экзамена, в действительности мощным мотоциклом владеть не умеют. Но даже если мотоциклист будет профессионально обучен, это не дает гарантии безопасности на дороге, поскольку байкеры делят дорогу с автомобилистами. Зачастую мотоциклистов не сразу видно, и они попадают в некую мертвую теневую зону, которая может спровоцировать ДТП. Мотосезон у нас длится всего 5 месяцев в году, ну, такой, достаточно крупный, да. И за остальные 7 месяцев года водители транспортных средств просто забывают про мотоциклы. Забывают про маленькие объекты, которые не видно в общем потоке. Потому что за зиму все привыкают к двум фарам, к большим машинам. И когда весной начинают появляться мотоциклисты, соответственно, они очень маленькие, их незаметно, и люди просто отвыкают, это нормально. Как и любое другое транспортное средство, мотоцикл должен быть застрахован. И передвигаться без ОСАГО байкер не имеет права. Но оказалось, что уже несколько лет страховые компании отказывают водителям в получении документа. С чем это связано, остается только гадать. И в этом году тоже не обошло мотоциклистов этой стороной. Дело в том, что сейчас многие компании официально не дают нормально сделать ОСАГО. То есть невозможно сейчас прийти в страховую компанию и сказать, сделайте мне, пожалуйста, ОСАГО. Начнутся какие-то либо отговорки. У нас не работает программа, мы вам не можем посчитать. Вот мне компьютер не дает вас провести. Мы решили позвонить в несколько страховых компаний и выяснить, действительно ли это так. Здравствуйте, девушка. Я бы хотела застраховать свой мотоцикл. Хотела бы узнать про условия. К сожалению, полис ОСАГО рассчитываем только на категорию В. А почему? На категорию А не рассчитываем. Можем оформить в антиагностическую карту, если требуется. Так, к сожалению, категорию А у нас не пропускают, как через агентов. Вам нужно в центральную офис обратиться к любой страховой компании у них. Уточнить информацию. Категория А немножко проблематично застраховать. А почему? В чем проблема? Ну, у нас нет разрешения ни сегмента категории А, Д, такси. Там мы не страхуем. У нас в основном категория Б, С по пропуску программы. Еще несколько частных компаний отказали в страховке мотоцикла. Однако один из представителей не только охотно рассказал об условиях, но и разъяснил ответы частников. Офис продаж должен заключить договор ОСАГО в соответствии с федеральным законом номер 40 о правилах страхования. Рекомендуем уточнить подробности в офисе. Единственная причина, по которой вас могут направить в другой офис для заключения договора, если требуется, то есть система запрашивается в визуальный осмотр транспортного средства. Не все сотрудники, к сожалению, уполномочены на осмотр транспортных средств. Если с этим вас могут направить в другой офис. Если это причина в другом, то они должны заключить договор. Нет такого понятия, как программа не пропускает. ОСАГО это не кредит, по нему не требуется одобрение. Байкерам отказывают в получении страховки, однако за ее отсутствие полагается штраф. Сумма составляет 800 рублей. Таким образом получается своеобразный замкнутый круг. Однако для того, чтобы выявить нарушителя, патрульным еще необходимо догнать мотоциклиста. Дело в том, что в Уфе при вот таком количестве мотоциклистов, которые у нас сейчас есть, достаточно большом, отсутствует мотобатальон. То есть это специализированный батальон, который перемещается по городу на мотоциклах. То есть в действительности обычному инспектору полка ДПС очень сложно догнать мотоциклиста, который начинает там уходить где-то через пробки, через дворы и так далее. И очень многие мотоциклисты остаются безнаказанными, и в связи с этим большое количество проблем, связанных именно с большими скоростями, с повышенным уровнем шума и так далее. Как нам объяснили в ГИБДД по Уфе, в столице Башкирии тоже планируется создание мотовзвода. Но когда это произойдет, сказать сложно. Пока его нет, в городе в течение трех дней проводится операция мотоцикл. Патрульные проверяют проезжающих мимо байкеров и следят за соблюдением скоростного режима. На территории города Уфы за пять месяцев текущего года произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. Из них пострадало 17 человек. По вине, скажем, мотоциклистов шесть случаев. По сравнению с прошлым годом увеличилось дорожно-транспортное происшествие мотоцикла на шесть фактов, получается. Как отмечает инструктор Алексей Алешин, с каждым годом желающих обучиться вождению мотоцикла становится все больше. Среди учеников не только молодые люди, жаждущие острых ощущений. Моя история довольно простая. Я купила сад. Посмотрев расписание официальных автобусов, я поняла, что оно мне не подходит. И мне нужно какой-то индивидуальный транспорт завести. На машину у меня финансовых средств не хватило. И я таким образом... Мы с сыном долго совещались, и я решила купить электросамокат сидячий. Я купила мощный самокат, мощностью 60 ватт. А для управления этим транспортным средством требуются права категории «Эмбри». В общем-то, я счастлива. У меня масса новых эмоций. Сад, дорога, мотоциклы. О чем еще может мечтать пенсионер? Зачастую жители Уфы судят о большом комьюнити байкеров по гонщикам-хамам, которые громко рассекают по ночному городу. Как говорят сами мотоциклисты, такое поведение не приветствуется в их кругах и не считается нормальным. Все равно общество видит какую-то ситуацию по негативным примерам в большинстве своем. И вот это в данном случае та самая ситуация, когда негативный пример показывает якобы об обществе в целом. Но на самом деле не так. Многие мотоциклисты ездят в детские дома, занимаются какой-то такой благотворительной деятельностью, очень активно. И на их фоне смотрят на этих летающих гонщиков и говорят, что мы, мотоциклисты, все такие плохие и страшные. Нет, это не так. Среди нас и врачи, среди нас и учителя, и бухгалтера, и кого только нет. Мы все обычные такие же люди, как и все. Эльнара Хасанова, Игорь Яковлев и Сергей Ямаев. Телеканал ЮТВ. Этот зеркальный карп попался в сети браконьеров посреди озера Кандрикуль. Хозяева широких снастей еще не успели забрать свою добычу, а потому спасатели отпускают рыбину на волю. Убирать сети с озера Кандрикуль спасателям приходится довольно часто. Озеро богато рыбой и прочей живностью, а потому магнитом притягивает к себе браконьеров. Не останавливает их и нерестовый запрет. Надо избавляться от незаконных орудий лова, так как в сети попадают и утки, и рыба. За два часа, что инспекторы провели на воде, в лодках скопилось 800 метров рыболовных сетей. К ним прибавились и 10 роколовок. Использовать их во время нереста не запрещено. Нужно только соблюдать определенные условия. Ловушка не должна превышать 70 сантиметров, а сами раки должны быть больше 10 сантиметров. Тут же явные нарушения, а потому раки отправляются на волю вслед за карпом. К слову, на озере Кандрикуль использование сетей запрещено круглый год. Это природоохранная зона. Поэтому здесь за желающими нажиться на рыбе следят не только во Всероссийский день без сетей. Правда, пока, говорят специалисты, выгнать браконьеров с озера окончательно не выходит. Должен признать, что мы со своими силами, возможностями не можем противостоять браконьерам. Техническая оснащенность у них намного лучше, чем у нас. У нас по штату немного. 6 инспекторов природного парка Кандрикуль говорит о том, что у нас какие-то тепловизоры, квадрокоптеры пока не приходится даже. У нас их нет. Мы боремся методами, наверное, прошлого века. Но не все рыбаки подготовлены ко встрече с инспекторами. Вот, например, мужчина, который захотел половить рыбу с лодки. Говорит, что о запрете ранее не слышал, а лодка и удочка и вовсе не его. Не нарушаем. Рыбалка запрещена. Вперед нереста. Вперед нереста с лодки вообще запрещена. Вперед раз вообще выход. Сейчас нерестовый запрет на рыбную ловлю еще не закончился. Тем же, кто хочет принести домой улов, стоит помнить несколько правил, которые позволят не обращать на себя внимание надзорников. Рыбалка разрешена только с берега, с одной поплавочной ледонной удочкой, не больше двух крючков, на одном орудии лову каждого гражданина. Егор Полторыхин, Нелли Гизатулина, телеканал ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры подогнал «Симон»